Добрый день, дорогие друзья! По идеологическим соображениям, если раньше, насколько было известно, семьи иногда разрушались по причине самой простой, банальной и всем хорошо известной. Допустим, муж пил, есть такая немощь, подымал руку на жену или супружеские измены и так далее. А сейчас действительно, дорогие друзья, нередко можно встретить, что семьи, которые много лет прожили вместе, и происходит такое противостояние по вроде бы не простым бытовым причинам, а по причине разных взглядов на жизнь. Что можно посоветовать, дорогие друзья? Конечно, в рамках даже одного ответа невозможно дать какой-то совет всеобъемлющий, потому что все люди разные, каждый человек индивидуален, и каждая семья, так сказать, неповторима. Но в общих чертах давайте вспомним, что самое первое вообще противостояние началось не на земле. Самая первая, скажем так, война началась на небе, о чем пишет святой апостол Иоанн Богослов в Апокалипсисе, что архангел Михаил и ангелы его восстали против дьявола и его последователей, и не нашлось им места на небе, и низвергнут был вот этот древний змей, который клеветал на Бога, и, так сказать, был родоначальником зла и противостояния. И люди, оказавшись за пределами райских врат, наши с вами далекие праправоцы Адам и Ева, оказались уже в условиях, где недопонимание, противостояние, вражда стало, к сожалению, нормой жизни. Хочется еще раз подчеркнуть, конечно, это очень печально, очень грустно, это очень трагически, это ни в коем случае нельзя назвать нормальным явлением, когда в семье противостояние, какая-то вражда, недопонимание, даже порой перестают разговаривать неделями друг с другом супруги. Это нельзя назвать нормальным. И в то же время, я прошу, дорогие мои друзья, вы правильно поймите, что хочется мне сказать, в каком-то смысле это естественно в условиях нашего падшего мира, в условиях жизни на земле, где мы живем, и каждый руководствуется своими страстями, а в первую очередь гордыней и тщеславией, которые не позволяют, по крайней мере, очень осложняют возможность найти хоть какой-то диалог, примириться, смириться, прислушаться к ближнему. Один из великих святых отцов церкви, преподобный Ава Дорофей, дал такой достаточно наглядный и очень понятный, в общем-то, любому человеку, любого склада, любого уровня образования, такой наглядный пример, когда между людьми бывает единение, единомыслие, любовь и когда люди удаляются друг от друга. Он привел такой пример. Окружность, центром которой является Бог, и радиусы, радиусы, которые идут к центру. По мере приближения к центру, все радиусы становятся ближе друг к другу, и по мере удаления от центра, радиусы расходятся друг от друга. Точно так же и люди. Когда мы приближаемся к Богу, по мере своих сил, стараемся жить по Его святым заповедям, стараемся изучать Священное Писание, чтобы Священное Писание было в уме и в сердце. Когда мы молимся, обращаемся к Богу, источнику жизни. Когда мы стараемся, прочитанное в Священном Писании, воплощать в своей жизни. Когда мы видим свои ошибки, свои недочеты, свои грехи и глубоко, сердечно, со слезами, с глубоким сокрушением каемся пред Богом за свои недостойные поступки. То есть, иными словами, когда мы к Богу приближаемся к своей жизни, то мы приближаемся друг к другу. Это происходит и в семье, и на работе, и в любом коллективе, в любом сообществе. Чем ближе человек к Богу, тем ближе он к любому человеку. Вот как на окружности. Радиусы с любой точки, приближаясь к центру, становятся ближе друг к другу. И наоборот. Это достаточно просто понять. Просто, дорогие мои друзья, вы все хорошо знаете из примера своей жизни, что даже умом что-то понимая, вот грехолюбивая воля и такая вот поврежденность нашего естества грехом, не позволяет нам, даже если мы умом что-то понимаем, с этим бороться. Удаляясь от Бога, то есть нарушая заповеди Божьи, а иной раз живя вообще без Бога, то есть в Бога не веря, или просто считая, что Бог есть, а я живу-то так, как хочу, мы становимся дальше друг от друга. Поэтому ответ достаточно понятен. Надо стараться по мере своих сил приближаться к Богу. Вот вы можете задать вопрос, и правильно сделаете, если вы зададите, как это вот на практике сделать, если, допустим, в семье, допустим, муж с женой вдруг начинается противостояние, недопонимание, взаимные обиды, взаимные претензии, нежелание простить. Вот как быть в этой семье, ну, вот как вот реально быть в какой-то конкретной семье, что делать? Хотя бы один из членов семьи, тот, по крайней мере, кто верующий, да, тот, кто, ну, хоть более-менее старается жить по заповедям Божьей, должен взять на себя, я понимаю, когда говорю слово «должен», может быть, это вызовет, конечно, протест, но именно тот, кто действительно себя считает верующим, должен взять на себя подвиг молитвы за другую сторону, например, жена за мужа, или, наоборот, муж за жену. Некоторые мудрые духовники, в том числе современные, на опыте своей духовной жизни, свое окорбление семейных людей, знают, что есть очень хорошая такая практика ежедневно класть поклоны. Можно после вечерней молитвы за своего супругу или супруга, соответственно, да. Можно своими словами, как сердце вам подскажет, а можно примерно так. «Господи, смягчи сердце, раба твоего, допустим, мужа, ну, там, Петра, условно, или Ивана, или Виктора, и мое сердце смягчи, Господи, и земной поклончик». Если у вас нет сил сделать земной поклон, хотя бы поясной. Второе молитвенное прошение. Еще раз повторю, можно своими словами, можно так. «Господи, умиротвори, умиротвори раба твоего, вот такого-то, допустим, Петра, и меня умиротвори». И третий поклончик. «Господи, помоги нам жить в любви, единомыслии и научиться прощать друг друга». И вот как показывает практика, то есть как показывает своя жизнь. Очень мудро архимандрит Иоанн Кристианкин говорил в свое время многим своим духовным чадам. Он говорил, чадца жизни учит сама жизнь. И вот сама жизнь показывает. Если хотя бы один из членов семьи, глубоко сострадая и переживая за то, что нет единомыслия, нет любви, нет взаимного понимания, начинает этот подвиг молитвы за вторую половину и за себя. То есть просит смягчения сердца не только его или ее, но и своего сердца. Потому что любое противостояние, вы это хорошо знаете, это не надо никому особо доказывать. Когда есть недопонимание, вражда, взаимные обиды, нельзя сказать, что кто-то один виноват. Виноваты оба в той или иной степени. Если молиться сердечно, с сокрушением сердца и с глубокой верой, то спустя короткое время вы увидите плоды своей молитвы. Вы увидите, как благодать Божия начинает смягчать сердце, скажем так, вашей половинки, если речь идет о семейном конфликте, и начинает внутренне меняться и ваше отношение ко всему. То есть меняется и вокруг человека ситуация, и меняется его внутреннее отношение, что тоже очень немаловажно. Вот такой практический совет. Те люди, которые стараются это воплощать в жизни, они видят плоды своей молитвы. И что хочется сказать в заключении, что тоже очень важно. Когда вы увидите, как действует благодать Божия, не приписывайте себе или своей молитве это, а благодарите Бога. Благодарите Бога за Его незреченное милосердие, за Его долготерпение, за Его любовь, за Его премудрость. Бога благодарите, а не считайте это какой-то своей заслугой. Вот такой практический совет. И дай Бог, чтобы в каждой семье, в первую очередь в христианской, и вообще в любой семье были единомыслие, единодушие и любовь. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...